Мы рады приветствовать наших друзей и партнеров на территории жилого комплекса Селигер Сити на долгожданном для всех нас событии. Сегодня вас ожидает насыщенная программа и первый значимый пункт этой программы. Это, конечно, торжественная закладка капсулы времени и заливка первого куба бедона четвертой очереди Селигер Сити. После официальной части мы ждем всех в нашем уютном шатре, где вы сможете продолжить приятное общение с коллегами. Напоминаю еще раз, что наличие каски на строительном объекте – это обязательный пункт, поэтому если вы еще к нам не присоединились и только планируете, обязательно надейте каску. Квартал зданий четвертой очереди будет состоять из трех жилых корпусов разной высотности. Яркой доминантой выступит корпус башни Лисицкого, состоявший из двух 39-этажных башен, соединенных мостом. Название башни не случайно, ведь это современная интеграция горизонтального небоскреба, который был спроектирован, но никогда не был возведен великим художником и архитектором Эль Лисицким. В части строения, напоминающей парящий мост, будет доступна для всех жителей корпуса благоустроенное общественное пространство Sky Lounge с местами для отдыха, занятий спортом и смотровой площадкой. Также частью четвертой очереди станут два новых корпуса, по традиции названных в честь двух великих представителей России и Голландии – Ломоносов и Левенгог. Дизайн интерьеров комплекса разработан бюро Blend Architects. В его интерпретации лобби станут комфортной, связующей зоной между активной городской средой и домом. Концепция благоустройства территории жилого комплекса разработана известным бюро Ваухаус, которое создает уникальные места в столице, такие как парк-музион, крымская набережная. По проекту благоустройства четвертой очереди здесь будут располагаться детские и спортивные зоны, аллея с арт-объектом и плоскостным фонтаном. Расположение и структура застройки четвертой очереди, наиболее близкая к метро, продиктовали решение разместить в этой части комплекса городской парадный бульвар. Итак, вы можете убедиться, что над этим проектом, как всегда, работает команда настоящих профессионалов. Девелопер проекта MR Group, архитектор проекта бюро MLA+, автор проекта благоустройства бюро Ваухаус, автор интерьерных решений Blank Architects, генеральный подрядчик AtomStroyReserve. Сегодня знаменательный день. Буквально через пару мгновений мы подпишем, выступят наши уважаемые спикеры, мы подпишем послание к потомкам, заложим капсулу времени. Все это состоится совсем скоро и при вашем непосредственном участии. А прямо сейчас для освещения объекта, это тоже старая добрая традиция MR Group, я хочу передать слово священнику, храбу Бориса и Глеба Вдегунина, отцу Андрею. Давайте его поприветствуем. Отец Андрей, вам слово. Спасибо, господи, дорогие друзья. Я очень рад вас всех приветствовать. И как правильно сказал Роман, я сегодня пришел, чтобы осветить начало нового дома. Но не только для этого, я еще пришел к вам сюда, чтобы поблагодарить вас. Потому что за годы нашего с вами сотрудничества я сам стал жильцом дома, построенного MR Group. Вот в этой первой очереди мы с нашей семьей живем и радуемся, и всегда всем нашим знакомым говорим о том, как здорово строят MR Group и как замечательно жить здесь. Кроме того, являясь священником здесь на районе, вот сегодня утром я уже отслужу литургию, за которой молился о всех жителях нашего района, и о всех людях, и о предстоящем ныне освящении. Я радуюсь, что у нас появится еще одно прекрасное здание здесь, где будут жить люди, и где будут появляться новые семьи, наполненные радостью. И хочу еще отметить один очень важный момент. Вот этот весь комплекс называется Селигер-Сити. Соотносясь с озером, которое находится чуть севернее Москвы, озеро Селигер. На этом озере располагается прекрасный монастырь, который был основан великим подвижником Древней Руси. Его звали Нил Столобенский, преподобный Нил. И вот здание Лисицкого будет как раз прекрасным дополнением к корпусу Селигер, построенное в честь Нила Столобенского в виде буквы Н. Благодарю вас, и вижу в этом особый промысел Божий, о тех тружениках, которые старательно делают свое дело. Ибо всякий человек, который искренне делает свое дело по-настоящему, достоин благословения и помощи от Господа. Давайте об этом еще дополнительно помолимся. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи с десы, и вся исполняяй сокровища благих. И жизни подателю приди и вселися вны, и очистены от всякие скверны. Господи, помилуй, о великом Господине и Отце, нашем святейшем Патриарсе Кирилле, честнем пресвительстве, во Христе Дьяконстве, о всем причтею, люди, Господу помолимся. Господи, помилуй, о богохраниме стране нашей, российстве, властях и воинстве, и я. Господу помолимся, Господи помилуй, о первопрестольнем граде, всем всяком граде, стране, веруя, живущих в них. Господу помолимся, Господи помилуй, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных. Господу помолимся, Господи помилуй, о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся, Господи помилуй. О, еже благословите доброе намерение рабов своих, где предстоящих и молящихся, и благоизволите благополучно начатие своевременно, без всякого препятствия, во славу свою завершите силу и действом и благодатью Пресвятаго Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. О, еже труждающимся делателям благую помощь всем подати, и дела рук их исправить и в совершении силу и действом и благодатью Пресвятаго Духа совершенно произвести, Господу помолимся, Господи помилуй. О, еже ко благому старанию рабов своих, где предстоящих и молящихся, силу и действом и благодатью Пресвятаго Своего Духа, благую помощь за всякую годную способностью подати, Господу помолимся, Господи помилуй. О, еже представите делу сему и делателям ангела-хранителя, дабы невидимо отразить и все противное поползновение видимых и невидимых врагов и во всем благою помощь к сооружению же мудрость и к совершению сил, силы, действам и благодатью Пресвятаго Своего Духа. Не только сейчас мы начинаем это, но и в продолжение должны молиться дальше. Читайте Евангелие, обращайтесь к Богу своими словами, словами утвержденных древних молитв, но искренне просите Его, чтобы Господь помог вам в вашем добром деле, чтобы это дело принесло людям и Богу благо. Помоги Господь и Матерь Божия. Вот, начали мы этот проект, по-моему, в 2016 году, да, уже 7 лет, 7 лет уже мы его строим. Вот, построили три очереди, больше трех тысяч квартир, наверное, около 8-9 тысяч жителей в этом комплексе. Вот, и мы его строим с любовью, мы строим его с вниманием ко всем мелочам. Вот этот объект у нас такой лидер по инновациям, мы все время пытаемся улучшить среду обитания, среду для жизни людей, вот, и работаем в этом вопросе постоянно и постоянно его улучшаем. Поэтому завершающая наша, наш квартал очередь, она даст еще дополнительные, скажем, плюсы для жизни здесь и сделает жизнь еще более комфортной, еще более приятной. Вот у нас огромный двор, который будет еще больше, когда четвертая очередь присоединится. У нас полная инфраструктура здесь и образовательная, и будет спортивная, мы над этим работаем, и дополнительное образование. В общем, мы делаем все, чтобы здесь было приятно жить, безопасно и комфортно. Очень рад всех приветствовать на этом замечательном празднике. И знаете, вот лично для меня всегда праздник Первого Куба, это, наверное, одно из самых ярких, самых запоминающихся событий в реализации объекта. Действительно, сегодня мы станем все свидетелями того, как практически на пустом месте, да, здесь будет заложен первый, так скажем, кирпичик в основании, фундамент будущего такого большого, масштабного, уникального, очень красивого живого комплекса. И комплекс действительно очень интересный, очень интересная архитектура. Вот эта концепция горизонтального небоскреба башни Лисицкого, башни Ломоносова, башня Ливенгука. Действительно, очень классный, интересный проект. И для нас, как для генподрядчика, для компании SR Corp, это хороший стимул для того, чтобы объект был успешно реализован и занял почетное место в нашем референс-листе. Здесь хочется выразить слова благодарности компании Margroup за казанное доверие. Мы вас не подведем. Нам предстоит серьезная работа, совместная. Я уверен, что мы преодолеем все сложности, все преграды, и объект будет завершен в установленный срок и с высоким качеством. В первую очередь, наверное, хотелось бы поблагодарить компанию Margroup за оказанное доверие, за приглашение, участие в таком крупном и уникальном проекте для нас. Нашей международной команде архитекторов очень приятно наблюдать за реализацией этого масштабного проекта и сопровождать реализацию этого проекта на протяжении многих лет. В первую очередь, очень радостно видеть, как этот проект реализуется в четком соответствии с мастер-планом и с теми заложенными принципами и идеями, которые закладывались в самом раннем этапе этого проекта. И сегодня мы видим, как весь проект Селегер-Сити является драйвером для развития этой бывшей промышленной территории и становится приятным местом для жизни в городе. Надеюсь, в четвертая очередь завершит эту композицию, этот ансамбль и станет таким уникальным объектом всей этой площадки. Большое спасибо. Надеемся, что Москва в ваши дни является одним из самых красивых и современных городов на планете Земля, а может быть, даже за ее пределами. Мы гордимся тем, что внесли существенный вклад в вашу яркую и комфортную жизнь в мегаполисе. Желаем вам счастья, любви и процветания. Берегите свой город и улучшайте его. С уважением и заботой команда МР-групп. Заслуженные аплодисменты. Это Ладан от отца Андрея. И его помощника. И обращение к потомкам. Погружаем в капсулу времени. Да, давайте приглашаем всех в кадр. Исторический момент. Капсула времени отправляется в первый куб бетона и первые мастерки цемента от наших уважаемых спикеров. И забегая вперед, скажу, что согласно уже старой сложившейся традиции МР-групп, каждый здесь присутствующий также будет сейчас приглашен для того, чтобы внести свой мастерок цемента в первый куб бетона четвертой очереди ЖК Селегер-Сити. 19 октября 2023 года. Еще одна золотая страница истории. Дорогие друзья, приглашаем всех на нашу сцену. Ну, наверное, да, по одному лучше не забывайте позировать фотографом.